Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Total War Saga, трон и Британии. И мое прохождение на легендарном уровне сложности за Нортумбрию. Объявляю войну всем на свете. Всем война, никому никакого мира. В прошлой серии я немножко продвинулся вперед, захватил тут один городочечек. Там пришлось мне пару деревень отдать, но я их частично уже забрал, частично еще доберу. Ну, имею ввиду вот эти вот всякие мятежнички. Мне тут угрожает опять Уэссекс своими обглодышами. Не думаю, что у них что-то получится. Я уже выдвинул две армии к границам. Максимум, куда может отдойти армия? До мятежников она может дойти. Пускай попробуют. Здесь Мерсия что-то тоже хочет. И еще какие-то дрищи. Стейнборг, это, по-моему, викинги, да? Также Мерсия крутится около Лундена, но здесь они как-то не очень. У меня опять 594 еды, и я так понимаю, что мне пора набирать еще одну армию. Хо-хо, а что? Так, где у меня тут наборная селсит? Здесь у меня стоит большая кузня. А у меня больше нигде большой кузни нету вдруг, внезапно. Может, где-нибудь поближе. А, господи. У меня сохранялка сохранилась еще до того, как я забрал поселение, да? Так, что у нас тут? Ну, вот это вот, я так понимаю, можно только улучшать. Это рынки, это порядок я убираю. Это на деньги, это церковь, да? Ну, значит, вот эти деньги я тоже снесу. Здесь поставлю что-нибудь тоже на порядок. Ну, вот так вот вынужден я. Мне очень важно, чтобы у меня не было кучи восстаний. Я переживу то, что у меня маленький доход. К черту, мне денег хватает. Не в деньгах счастья. Ты что, с ума сошел? В чем же еще? Так. И теперь, да. Буду набирать еще одну армию. Это селсиг. Это вот какая провинция? Это другая провинция. Ой, здрасте. Здесь у меня что-то клево. То есть, я могу здесь и это, и это сделать, да? И это могу сделать. Это максимум плюс 3 даст порядка. А как у меня в провинции Хамтунгсирва вообще порядок? Не очень, минус 11. Короче, здесь надо по максимуму порядок качать. Поэтому я делаю вот такую штуковину, она в конце концов плюс 5 дает. А гарнизон вот этот вот дает плюс 3. Ну, перемещение врага, правда, еще по карте компании не очень, да, становится. Но... Плевать. Давай, мне надо порядок восстанавливать. Где у меня тут... Вот у меня тут бомжи какие-то плавают. Куда они максимум доплывут, покажите. Ну, такое себе. Положитесь на нас. Теперь-то посмотрим. Да, теперь-то посмотрим. Давай-ка выдвигайся тогда потихонечку. Шевелись, парни. В направлении фронта. А здесь я новую начну набирать армию тогда, раз у меня здесь есть кузница. Кто у меня остался? Вот этот вот товарищ, копейносис, 31 год. Сойдет для сельской местности. А, блин, надо было сначала посмотреть, нет ли у меня каких-нибудь домашних. Не, нету. Домашних у меня нету. Начинаем набор. Так, хорош. Мне уже нравится. Найти не очень, конечно, но подойдут. Ладно, мне надо мясо набрать уже. Да, пожалуй, подожду остальных. Хочу еще одного лучника как минимум взять и что-нибудь такое хорошее там, типа. Не оболчение, а свиту какую-нибудь. Просто сейчас беру, так как можно, больше нечего делать. А, да, и губернатора еще. Ну, вот тот последний, который чел. У меня остался. Вот он губернатором вот здесь и станет. Губернатор не назначен. Подожди. Губернатор и поместье. Вот сюда у меня всего один кандидат остался. Вот ты, арендодатель. Верность из-за сложности и из-за низкой личной верности. Ну, все у тебя с женой. Влияние минус один, верность минус один. Да вы, как называется, сплетница нахер. Тогда без жены обеспечить верность просто деньгами. Подкупленный. Вот. Пока так. Все. Кто у меня еще? Здесь есть шкала передвижения? Да, вот этот вот король мой может, в принципе, наковырять Мерсии. Но я не хочу. Мне неинтересно нападать на него. Зачем? Мне здесь хорошо. Я контролю здесь проходы. Турбранд отмещения Рагнара стоит. Мониторит. Анунд тоже стоит. Мониторит. Олаф у нас... Олаф по кличке Затычка. Он пока что стоит тут. Значит... Просто стоит. Хотя теоретически можно ему Бабжармин продолжать нанимать. Сколько она стоит? Копейки. Давай возьмем ему два коня. Потому что если там догонять каких-нибудь лучников, без коней это печалька. Поэтому пускай будут. Кто еще? Сюр походил. Этот, понятно, на защите стоит. Оп. Может быть, что-нибудь построить? Тут все по максимуму практически. Нормально. Ну и все. Поехали дальше. Смотрим, что будет. Какое-нибудь восстание. Еще какие-нибудь херня, как обычно. Уэссекс. Что у нас тут? Давай. Показывай. Один нашел. Но он пополняется. Видите, у него цвет меняется. Мерсия по-прежнему дрочит. Боится подойти. Но вот какая-то армия. Этот ясное дело встал. Еще что-то плывет. Это уже с Ирландии, да? Понял. Как обычно. Кто будет праздновать? Что праздновать-то? А. Угу. Слушайте, ну. Я не вижу смысла просто с англичанами там чем-то разбираться. Я хочу, чтобы у меня вот так как было, так и есть. Плевать мне на англичан. Казна, снос, да. Минус. Это штука. Я понимаю, что это деньги дает. Понимаю, что там тра-та-та. Но мне важнее порядок. Я за счет налогов повышаю себе пищу, повышаю себе те же деньги. У меня максимальные налоги стоят. Я хочу, чтобы так оставалось впредь. Что у нас тут? Забрали они. Они уничтожили этих, как они называются, мятежников. Дай-ка я. Так он убегает. Скотина, не, я тебя догоню. Это король очередной. Сколько у вас королей уже поменялось? Вам не стремно вообще на эту должность заступать-то? Кто это у меня получил? А, это кнут. О, как хорошо. Кнуту я воителя одного дал. Ну, ладно. А, не. А как он... Такой... Что за... Вот. Не на того смотрю и думаю, что за фигня происходит вообще. И сразу кто-то там упендривается, да? Какого поместья мало. Гудфрита 3. Сейчас он кому-то подарит его. Кому? С Тейнару. Все здесь, да? Все, все довольны? Вроде да. Нахрен-то механика нужна. Блин, хоть бы пользу какую-то поместье давали. Я не знаю, налоги бы собирали там. У меня где-то здесь снос же идет в новой провинции. Надо это дело поддерживать. Где вот это вот стоит городочек? А, вот. Ага, рядом. Я понял. Ну, спи. Можно откавать, наверное. У меня стюр не имеет ночной атаки, к сожалению. А здесь большой город. Ой, да. Так, и что делать? Ну, теоретически, я могу, конечно, двумя армиями. А, нет. Не могу. Не могу, во-первых, потому что Мерсия там стоит. Они сразу же такие. Наши враги падут. Вот что я могу сделать. Я сейчас пойду. Какой длинный у тебя. Слушай, ты, наверное, тягивал себе интенданта. Да, я посмотрю, насколько у тебя интендант оттянутый. Да, так, ну, на тридцаточку. Ну, тридцать это уже много. Три. Три, в смысле. Тридцать сантиметров интенданта у него, поэтому это много. Ну, пятьдесят еще больше. Пятьдесят вообще монстры. Типа вот, наследника и короля. Так. Гуд. Пустим им кровь. Давай. Нартумбрийских тенов. Нету больше ничего интересного, но... Че сделаешь? Такая вот армия. Хорошо, что золотая. Ополчение в золотой броне тоже неплохо. Пока что вот фронт против Мерсии у меня сформированный. Король держит его, да? Мы принесем тебе славу! Король крякнет, того и гляди. Я в расходы уйду по армии. Клянемся служить. Здесь пока, видите, как они все отступили? То есть они боятся сюда заплывать. Как ни странно. Это вот эти вот вердафьедры. У этого вердафьедра, у него вообще земли где? Ты бы своим землям занимался. Куда ты прер... Ладно, я об этом тоже расскажу еще. Мы им все выдержим! Об этом еще расскажу. Ничего интересного в наборе нет. Так, ок. Проверочка. Со всеми война. Здесь все нормально. Поехали дальше. Рождаются детишечки. Здесь продолжаю снос. Ок, ок. Это, кстати, тоже все в казну. Что такое? Что случилось? Кто там? Что тебе не нравится? Низкий уровень поместья. Да ладно! Я что, захватил что ли что-то? Или просто вот низкий уровень и все тут? А, у меня, наверное, что-то построилось. У меня, наверное, поместье построилось где-то там. Да нет, вроде. Слушайте, хер знает. Ладно. У тебя нет никаких поместья. Вот тебе поместье. Все, все довольны, да? Ок. Все. Короля-2 поместье. Полководец Стейнар. Интендант. Оттягивай. Хотя тебе не очень надо, но сойдет. Как-то у нас по порядку смотрим. Нормальненько. Вот здесь, кстати, можно порядок поднять вообще. Прикольно. Но это, наверное, потому что тут армия стоит? Или почему здесь такой порядок? Персонажи... А, он туда вот стоит. Стоит тут персонажик. И, значит, устраивает. Все здорово. Ты-то че? Ты-то куда хочешь. Он теоретически может сюда напасть? Нахер его знает, слушайте. Теоретически может. У меня вверх хемия здесь хороший гарнизон. Да, отличный. Можно Олафа по кличке Затычка уже передвигать потихоньку. Идем на войну. Невозможно. Не пойму, он дотягивается или нет. Да, он дотягивается. Значит, стоим, пока не дергаемся. Тут вот мразоты защищаются. Но я уже могу им учинить тут разбой. Вот это не очень хорошая армия. Руки преисподней. А вот это вот отличная армия. Единственное, что я не смогу, по всей видимости... Сколько это займет? А, нет, смогу, слушай. Тихо, заткнись. Значит... А, нет, подожди. Ладно, давай. Блин. Все не то, все не так. Когда твоя девушка больна. Отлича и слава! Положитесь на нас. Сделай мы их детей сиротами. Ну, должен я его чпо... Бля. Ладно, у меня выхода нету, давай. Поражение, что ли? Не, тяжелая победа. Не хотел я это дело проводить самолично. Мне что-то ломает. Так, огребли, да? Ну, окей, все. Так, отойди сюда немножечко. Я понимаю, что жопа, ну а что делать? И на следующий ход я это дело заберу. Это точно. Где у меня враги тут? Ну, тут где-то есть, вот здесь. Но они не дойдут никуда сюда. Здесь никак никто не прорвется, поэтому... Все норм. И вот эти ребята... В принципе, я даже могу добить вот эту армию. Раз она убежала, наверное, да? Здесь никого... А, вот здесь 19 каких-то бомжей. Но они еще даже не высадились. Поэтому я вот эту армию... Просто отправляю. Я не знаю, бегут они, нет? Не, они убегают. Они подрались только что. И, видимо, лимит на убегание у них кончился. Шагайте, парни! Хорош. Клянемся служить. Пять тысячу это надо забрать. Пять тысячу это хорошие деньги. Не подведем. Чего это зависит, блин? Так, 700 и... Нет, сносим. Ой. Подожди. А, ну надо сначала починить, а потом... Давай я, короче, снесу, получу деньги, потом переконвертирую четвертый уровень, а потом пятый дострою. Во, вот так. Ух, как сразу все захотели поместье. Дайте нам поместье. Бидолажки. Подожди, давай как-нибудь выберем, у кого вообще нихера нет. Вот этого. Бомжа. Возьми. О, ровно. И у короля, кстати, много поместья. Так, если что, получается, да? А это значит, что у него прилично влияние. Три поместья. Больше вроде никто не выпендривается. Ну, здесь понятно. Так. Тут все контролем. Тут Олаф затычка идет, чтобы встать сюда, а потом я выпрыгнул Турбран там. Блин, он 59 лет уже, капец. Ни хрена себе зажился. Просто, мне кажется, что он помрет раньше, блин. Вот, серьезно. Турбран помрет раньше, нахрен, чем Гудрид. Кнут может помереть раньше, чем Гудрид. Это вообще просто. И не то, чтобы я как бы там, умирай давай. Нет, но... Но, блин. У меня, кстати, здесь построится поместье скоро, да? Я так понимаю. Да, вот это. Опять начнутся эти там. Дай поместье, дай поместье. Клянчине. Ладно. Так, войны готовы. Чего у нас есть хорошего? О, мечники есть. Раз у нас есть мечники, значит, тут немножко подобединим. И возьмем мечи. Оп. Да. Да и все, в принципе. Все, в принципе. Сейчас проверю только, как у меня встретиться, кто идет в последней провинции. Нормально идет. Поехали дальше. Давай-ка посмотрим ВСК-Иммерсию. ВСК нифига, он уже огреб совсем. Мерсия. Я, кстати, первый по силе там, если вы не заметили, это что такое. Самоубийца. Он меня в осаду взял, что ли? Ок, ладно. Да, мне взяли в осаду, плюс викинги там что-то хотят. Это Мерсия. Поселение осаждено. Сразу у меня там куча проблем. Это все из-за поместья, потому что у меня отстроилось только что новенькое поместье. Вот здесь, Хестинга, сюда. Так, так-так-так-так, у кого меньше всех? Ну, ни у кого, блин. У всех уже есть по одному. Ладно. Давай, Этель Меру дайте. А кто у меня, подожди, кто у меня должен быть следующим после Кнута наследником? Это все губернаторы. Губернатор, 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 блин. Стюр. Вот, полководец. Скорее всего, он. Скорее всего, он. Где у нас Стюр? Вот у нас Стюр. Держи. Все, все довольны, да? Да. Ок. Теперь. Первое, что я делаю... Да ладно, блин, вы хотите, чтобы я вручную все это воевал? Серьезно. А, он нанял еще бомжей своих. Жизика? По имя Одина. Наши враги падут. В атаку. По имя Всевыснего. Участвуют вон те. Почему их 20 показывает? О, боже мой. Ладно, давай, сделаем быстренько. Подрежу это все дело, наверное. По чуть-чуть. Откуда они выйдут, вот еще в чем вопрос. Они, по идее, должны выйти прямо вот оттуда. А как раз оттуда, откуда я хочу поставить свои эти самые... Свои все силы. Но я их спрячу в лесу, поэтому, возможно, мне удастся... Избежать неприятных встреч. Как там у нас? Так, еще немножко. Еще немножко дальше возьму одного... Нортурбрийского копейщика. Три лучника. Где ты? Вот ты. Ну и, понятное дело, на ту сторону. Здесь... Мои выйдут отсюда. А, вот, ёптать. Все норм. Мне ж показывают теперь. Это ж тебе не Атила. Вот отсюда выходят враги. Ну и отлично тогда. Плевать вообще, я их встречу сейчас. В легкую, как говорится. Есть. А все остальное сейчас у меня построится, чтобы встретить бомжей там. Как-нибудь вот так, наверное, я встану. Мечники! 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 Готовы! Ммм... Короля-то, как я цепанул. Показывать. Показываем, кто достоин тут править. Ага, ну вот они, да, все тут. Где мой хитрый бомж? Собирайте людей! К нам прибыло подкрепление! Да, да, все, подкрепление, кстати, отступить, кстати, нельзя. Мне-то подкрепление нахрен не нужно, если честно. Ну, идите сюда, аут. Стойте и мне не морозьте. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Давайте. Сделаем что-нибудь ужасное, как говорит. Как говорится так. Ну, в принципе, можно вот так вот выйти. Шугануть всех, да? Ведь все равно далеко. Очень огромное поселение и вообще не реагирует на хэн. Искусственный интеллект ни на что просто. О, бежит. Хренели, блин. Понимаш. Где у меня? Черт, побери. О, да, короче. Вот он. Ты давай уже долби, блин. А, вот же, я ж вижу по этой штуке и думаю, блин, как мне определить. Все, убили всех, конечно. Ну, почти. Чуть не попали. Мечники. Мечники. Давай вот так. Проклад бьет панам. Тены. Мы подавчинели. Тут даже думать нечего. Проклад бьет панам. Построится. Все, там больше смотреть нафиг некуда. Ну, то есть незачем туда. Там все сами сделают. Опять щиты. Прорвем осады. Чуть не попали. Потому что здесь в лесу, если он ни хера непонятно, что происходит. Единственное, что можно там попробовать высечь каких-нибудь стрелков. Мне говорят, клин не использую. Типа, так нормально. Ну, не знаю. Мне нравится, когда они врубаются и сразу вырезают всех долбанных стрелков. Так, ты долбишь уже? Ворота разрушены. В атаку! В атаку! Наши воины бегут от врага. Какое бесчестье! Кто там побежал? Ух! Понял. Это я слишком близко вышел, да? К второй армии. К воротам. Смотрите, они убегают от нас! Выпустим им кишки! Вперед. Но они уже нету, блин. Если ты просто без клина, то они не чаржат, они просто подходят и начинают рубиться в ближнем бою. Я люблю, когда они сносят нахрен половину. Вот тогда... быстрее гораздо получается люди разбиты они бегут с поля боя по те же самые по-моему мы захватили ворота хорош давай сюда тогда бегом с тобой то все в порядке есть на то это не турбан случайно нет нет это льмер тут все норм помоги хотя уже тут пофиг на самом деле ок куда ты дострелишь ну вот отсюда наверно вообще надо вот вот сюда вот на на пригорочек чтобы они прямой наводкой долбили по нему как-то так ок эти мне не нужны мы все вот до сюда доходим опять чтобы никто не отвлекался давай ускорять кто-то спрашивал зачем они выходят из города может тут для этого чтобы не сдыхать всем бесплатно блин когда площадь забирают тут вот если ближе подойти он начинает бегать за лучниками мне это не надо поэтому стоишь на максимальном от расстоянии хотя в принципе я довольно близко подошел видите еще сколько здесь места вот ближе подойду он начнет за мной бегать а так расстреливаешь его бесплатно да и все ну потери 184 человека ни о чем то есть я на самом деле армия то огромную предмету тебе столько столько не надо чтобы города захватывать я честно говоря не тестировал сколько надо но я думаю потом найдется человек который все это тестирует нужно только определенное количество держать перед стенами чтобы они там всех сагрили останок спрятать да и все так губернатора окей давай сначала разберемся чё у нас опять по этим долбаным поместьям как вы утомили меня низкий уровень поместий я сначала очень не понял чё за нахрен уровень низкий кнут ты где вот у нас кнут ему дам поместье все равно низкий уровень поместье стюр у тебя два уже куда-то еще это льмер командование давать тебе там о бля тебе чё надо то вы чё укораете что ли насколько у меня у короля а я понял короля просто очень много он нагрёб час себя все здесь просто целая куча всего вон сколько это чё к жевина мастерская ладно пускай будет положитесь на нас окопаться выставить дозоры можно кстати знаете что сделать другую конницу нанять так даже пожалуй вот так вот я сделаю у тебя за а у тебя золотые шкурки да ну блин ладно все же теперь переживешь вот чтоб быстрее просто было интересно сейчас шкурки пропадут да нет нормально 19 и чё еще можно взять бомжей от этих объединю всех ну ладно уговорили давай так возьмем секирников отряд хотя их не очень люблю но пускай будет мне надо опять губернатора назначать тип он иметь так чё тут у нас знаток обороны арендодатель садник конечно арендодателя у тебя тут как раз до хрена поместье всяких и что сразу блин сразу хочет чего-то правление влияние ну ладно давай вам подъемные сразу вот этого типа кстати предыдущего тоже верность минус один влияние рвение таблида что за как называется неверное неверное нафиг ух ты берем у кого еще жены нет теперь есть тебя нет жены влияние правления поддержать просто я своих табличей сразу вижу а этих то не вижу сразу есть жена нет жены но все периодически проверять кто мне не боевые потери несет еще раз наши враги паду секундочку кто-то мне не боевые потери несет где-то почему-то наверное это та армия которая там стояла так мне не нравится вот эти вот эти вот чего тут чего тут затеяли он же вернемся служить но может высадиться как бы и сразу напасть да ладно давай тогда прокировка небольшая нападай если хочешь мистер затычка идет сюда о гуд так и что я здесь хотел ну давай короче королу к поставлю потому что приграничное поселение все-таки теперь и наверное с 6 что это производство всех ресурсов тра-та-та это понял да не диную мельницу будем делать пища все-таки чем больше пищи тем больше у меня пищи капец уже просто ну еще деньги мы будем служить до конца тут все в принципе набрано поэтому можно идти тихоньку вставать мои войны готовы вот и можно набирать еще одну армию но как бы чего в том содержании минус все для конец а здесь мой дух во вороне кнут еще один кнут а я ладно хус карла две штуки мы принесем тебе славу а где у меня другой кнут вот у меня другой кнут у него тут все хорошо мы все выдержим мы служим мы служим тут какие-то бомжи у меня тут по захватывать а вот вот это надо захватить сколько это далеко это поселение захватить ой блин подожди это что такое а вот он новенький да личная верность супруга слов тетя супругой даже знать не хочу сразу можно другую найти просто обеспечить верность должности то у меня все разданы розданы правильно у кнута королевский капитан а там два моих бомжа вот они верхние казначей и юстициарий надо дальше двигаться блин а я застрял немножко положитесь на нас рвемся в битву у меня там два этих вообще-то наши враги падут на готове ленемся служить это альмер какой-то покоцанный пустим им кровь давай так сделаем вот этих я объединяю это вообще нахрен удаляю забираю двух хускарлов понял мы все выдержим у него нет очков перемещения блин короче я стою на этот ход по всей видимости ничего не делаю да можно конечно позабирать сейчас вот эти вот все микро поселение нанять полководца и позабирать за великой добычей можно не знаю что еще можно где у меня еще есть армия свободная вот эта мелкая за великой добычей блять нет ну правда я думал у них что-то сильное что они меня в осаду берут пошел отсюда точно я думаю мне что эту осаду там брал я пока на север не давлю мне неудобно пока я хочу забраться с западом как у меня кстати по целям компании это я очень близок к быстрой победе королевство можно хоть сейчас сделать пойти забрать столицу да и все не париться ну вообще там говорят что после победы там какая-то высадка будет поэтому нежелательно эти армии все-таки на побережье держать наши враги падут да-да-да норм что у нас тут тут все по плану поехали победа достигается не только мечом но и созданием достойного наследия какой-то миллион ачивок но по-моему мне ачивку за This is Total War не дали я где-то накосячил королевство процветают под вашей властью ваше имя и ваше свершение будут жить в веках ну честно говоря я не понял какую я победу одержал сейчас посмотрим быстрая победа слава а я по славе одержал победу ну окей награда за успехи так ну слушайте сделаем так это будет финал финальная серия по прохождению по моему я еще потом если вы захотите напишите мне в комментариях если вы захотите я могу продолжить вот эту вот компанию на стриме пока же я подведу итог небольшой вот что я могу сказать по поводу игры поначалу мне очень понравилось ну в принципе и сейчас нравится и лично что касается меня я эту игру бы все равно купил то есть потому что механики здесь замечательные как я говорил в маленьком обзоре в принципе механики мне нравятся по поводу пищи по поводу вот этих вот дебафов но есть несколько недоработок ну вот самое что меня больше всего выбесило это конечно захват поселений вот этот вот когда ты можешь спрятать таран потом зайти с другой стороны они вообще никак не реагируют на то что ты берешь площадь если вот или они сразу как только захват площади происходил даже если они далеко если они тебя не видят но произошел захват они сразу разворачиваются и бегут со всех ног на центр площади отбивать его да и там какое-то время пока у тебя идет там таймер у них есть шанс как бы тебя оттуда выбить а тут же ноль эмоций это самая бесячая тема вторая тема это то что по моему появилось еще во втором вархаммере вархаммер 2 это то что вообще они не допетривают когда можно атаковать когда нельзя то есть они проигрывают даже на авторасчете тем не менее проводят атаки это вот было когда я оборонял кент особенно видно ну и пару раз потом после этого то есть ну это как неправильные скрипты искусственного интеллекта как и на тактической карте так и на глобальной карте что меня больше всего напрягает это именно глобал то есть на тактике это вообще сложно запрограммировать хотя вот например просто бежать когда у тебя захватят площадь обратно и пытаться ее отбить мне кажется но это это не должно быть сложно это кажется самый простой скрипт который можно только придумать вообще даже я бы это запрограммировал хотя программировал последний раз 10 лет назад вот и на глобале вот это вот ну это ошибка да со второго вархаммера я ее не исправили а то что было ватиле даже усугубили ну хрен знает скорее всего это связано с тем что они поменяли модельки поселения они теперь огромные и там может быть это срабатывало как-то какой-то скрипт был написан там не знаю короче короче это плохо это это плохо вот есть несколько интересных механик на тактической карте там по поводу конницы от этого чарджа по поводу этих черепашек хотя черепахи были ватиле ну вот ну мне не понравилось например что они практически не стреляют с воды то есть грузовой корабль со стрелками подходит и не стреляет то есть если ватиле как это было корабль подплывает если видеть что ты стоишь его ждешь типа высаживайся дорогой лучник он не высаживается он стоит стреляет причем у него как правило безопасность это бесконечный боезапас там стрелковый был да и как бы вот пойми так секунду мне звонят что еще сказать можно по поводу механик то есть вот эти механики поначалу показались какими-то ну слишком имбанутыми по поводу того что вот ну как воевать со всеми да как два пальца честно говоря я не испытал от этой компании вообще никакой сложности то есть честное слово вот когда во втором риме на вас нападает по несколько стеков один берет в осаду второй там оббегает кого-то атакует там ватиле кстати тоже так делается да или когда там сразу блин 4-5 стеков к вам подходит но это гораздо сложнее да я больше удовольствие испытал от этой компании потому что здесь какие-то механики влияют и на искусственный интеллект то есть даже на легенде искусственный интеллект зависим от вот этого всего вот этого вот всего тоже то есть он плывет уже там начинает погибать где-то тут есть эти как назло не показать не знаю не знаю чего это зависит иногда шкалу видно вот эту вот иногда ее не видно не понимаю пока чего это зависит иногда вот видно черепок прямо над ним да иногда нихрена не видно то есть он видимо с припас с припасами пришел да вот и блин то есть ну становится игра легче от этого с одной стороны как бы плохо что она становится легче но с другой стороны она это не бесит вот я не люблю когда игра начинает бесить поэтому эта игра точно не бесит но я наверное пока не выпустят какой-нибудь патч новую кампанию начинать не буду потому что вот эти механики особенно мультипликация вот этих вот процентов я не знаю как они так вообще придумали считать стоимость содержания минус 30 добавляется просто через плюс добавляется к бонусу короля и бонусу наследника 50 то есть получается это получается 50 процентов не на остаток или 30 процентов не на остаток да а просто 80 процентов а потом еще добавляется какой-нибудь там какой-нибудь баф там на этот самый на кузнеца или баф на еще какую-нибудь там плюшку у этого контентинда я не знаю кто там стоимость содержания да на интенданта и улучшается у тебя просто ноль ну вот вот что это такое ноль это кстати у меня турбрант вот этот полководец это даже не даже не наследник ни хрена это другой турбрант ему 39 лет который вот здесь вот стоит то есть складываются проценты просто и получается ноль но это бред нет ну правда это бред должен быть процент от процента то есть у вас всегда должно быть на остаток блин ипотеку что ли никогда не брали они там я не знаю но это короче так тупо вот и получается что эти вот эта мультипликация вся она работает опять же в пользу игрока опять же да у вас нет еды вообще то есть припасы пофиг гоним нет в принципе все логично в принципе все логично но вы сами видели что я сотворил я просто прошел через всю британию и все нахрен расхреначил то есть почему меня никто не догнал почему мне заслоны никакие не сделали а потому что недоработанная игра просто вот и все то есть на самом деле играть было интересно но еще раз говорю я а вторую кампанию пока не исправят хоть какие-то баги хоть частично хоть какой-то патч не выйдет на кровь например там или еще чего-нибудь я вторую кампанию начинать не буду потому что в недоделку мне играть не хочется просто не хочется да один раз было очень интересно сыграть я большое удовольствие на самом деле от этого получил вот с этими вот мультипликаторами с этими вот тупниками там при захвате поселений там я не испытал сложности никакой абсолютно это было намного легче чем аттила намного легче чем рим 2 а со вторым сегуном это вообще не сравнить вот я вспомнил что еще хотел сказать мне уже начиная со второго рима подбешивает вот эта вот тенденция искусственного интеллекта почему собственно я играю против всех чтобы показать не только чтобы показать там супер пупер хардкор но и показать одну очень очень неприятную механику что во втором риме что в аттиле что теперь в британии искусственный интеллект нахрен забывает про все войны на какой-то период вообще забывает про все войны и бежит тупо к вам со всех сторон вот во втором сегуне у меня есть прохождение вы увидите в конце этого видео там будет заставочка закрывающая где вы сможете прожать на сегуна война против всех у меня за атома в сегуне да конечно там иногда к вам экспедиции присылают да конечно они там к вам негативно относятся ну война все таки но они в первую очередь заняты тем что строят свою империю они занимаются своим государством они расширяют границы рядом со своими текущими землями они отстраивают поселение они воюют против соседей а на вас они по остаточному принципу реагируют особенно когда вы уже с ним начинаете граничить тогда и когда к концу игры вы там действительно начинается война со всеми вне зависимости кстати от того объявили вы сразу всем войну или нет просто сегунат на вас обращает внимание и пошла жара да то вы тогда уже сталкиваетесь с огромными государствами ну в Японии там это огромные территории там где сильные провинции сильные сегуны сильные армии прокачены куча агентов кстати здесь агентов нету опять же я об этом говорил в своем обзоре как можно было бы сделать вот нет засад кстати ну это такое они просто убрали засады потому что потому что у них механика передвижения стала без этих без быстрого марша и короче говоря это типа баланс у них такой хотя я бы был счастлив если бы они засады сделали как в сегуне от рельефа местности который зависит но я об этом уже говорил в своем обзоре вот и в сегуне получается что искусственный интеллект ведет себя тупо логичнее хотя я уверен что там скрипты не намного сложнее я уверен что там писали примерно те же люди я уверен что там примерно тот же самый скрипт просто блин вот эти мелкие изменения которые как бы идут на самом деле от понимания игры у меня к сожалению кажется что разработчики перестали сами понимать что они делают они берут шаблоны и добавляют к нему какие-то механики интересные я должен сказать механики действительно интересные вот но они их то ли не тестируют должным образом то ли у них нету кому тестировать я не знаю то ли у них времени нету я вот надеюсь что если это последнее то значит они хоть что-то исправят и вот если они что-то исправят я пожалуй сделаю еще компанию уже с исправленным по крайней мере когда появится кровь я точно сделаю хотя бы вот чуть-чуть вот ну а по поводу этой компании ну пишите в комментариях хотите ли вы увидеть стрим с продолжением этой компании там какой-нибудь победе что у меня слава да ну вот можно вот до быстрой победы королевства точно дойти захватить обратно столицу которую мне написали в комментах что это Йорк на самом деле переименуем столицу в Йорк вот завоевание можно сделать тут кстати тоже немного осталось можно вообще к долгой победе пойти но там уже я не знаю за один стрим я вряд ли успею хотя кто-то знает в общем хотите стрим пишите сделаем ну а пока всем спасибо кто смотрел это был код вот быстрая победа слава война со всеми за Нортумбрию на легендарном уровне сложности трона Британии Total War Saga всем пока лайк подписка все дела до сих пор до сих пор до сих пор вып실ка все дела